Пожалуйста, Андрей. Большое спасибо, Доминика. Очень сложно после такой прекрасной презентации опять заниматься менее интересными, но важными вещами. Я говорю о возможности ЭСО на пути к успешной карьере. Я бы хотел показать вам концепцию ЭСО. Доминика уже ввел эту тему. Стратегический план ЭСО заключается в создании хирургической онкологии, хирургических онкологов, а цель – это получить вот такую установку в национальных обществах, но чтобы быть такой принятый сертификат, мы пока еще не достигли этого, но хирург, онколог играет очень важную роль в лечении пациентов с раком, онкологических пациентов, он независимый хирургический специалист. Если вы просто увидите здесь, здесь очень много областей, которые охватывают ЭСО, и в ЭСО у нас есть вот исследования, совместные исследования с Доминика вам показал, что первые исследования Айсек и клинические исследования в Лару Лоренцо время были проведены. Мы можем по-разному сотрудничать на форуме молодых хирургов. У нас есть руководящий комитет, у нас есть разные специальности, у нас есть урологи, гинекологи, колоректальные хирурги. И также мы очень быстро, очень в близком контакте работаем друг с другом. Один из аспектов – это научные исследования, мы проводим испытания, мы делимся данными для того, чтобы получить больший размер выборок. И также различные другие вещи, конгрессы, образование. Вы видите образование. У ЭСО обеспечивает ряд компонентов образования, как я уже показал вам в моем случае. Это, допустим, стипендии. У вас есть возможность обратиться с заявкой на гранты, на стипендии, если вы ЭЛТ-членом ЭСО, и они осуществляют финансовую поддержку. Либо вы можете посещать конгрессы, либо получаете какие-то небольшие стипендии для работы в экзологических центрах. У нас есть сегмент курсов и мастер-классов. Это ведет несколько курсов. И также есть две школы – Европейская школа поверхностная онкология и школа по саркомии. Это очень интересно, потому что вы получаете конкретное образование, подготовку. Особенно в таких странах, как Индия и Пакистан. Они также приезжают в Европу для того, чтобы принять участие в мастер-классах, для того, чтобы получить опыт работы в этой области. У нас также есть образование, новая концепция образования, интерактивное образование. Вы можете принимать участие в этих образовательных вебинарах по конкретных темам, и можете активно взаимодействовать с профессором или с человеком, который будет говорить по конкретной специальности. И я говорил уже об экзамене, я говорил о структуре программ подготовки, и мы хотим улучшить хирургическое образование, подготовку благодаря этому. Основная программа ЭСО фактически связана с тем, что во многих европейских странах, как вы уже слышали, нет программы обучения хирургов-онкологов. Это поможет хирургам приобрести знания и также сформулировать свои навыки. Поэтому ЭСО использует экспертов, и есть различные органы, различные общества, которые руководят работой хирургов-онкологов. И основной принцип – мы охватываем все заболевания. Как вы знаете, у вас есть ключевая программа подготовки, и есть также Американское общество хирургов-онкологов. Они определяют стандартов. Я могу пока повторить, что самое важное – это определить стандарты, чтобы вы достигли своих целей при подготовке хирургов-онкологов по всему миру. И органы публикации, вы уже о них слушали. Что это значит? Это просто стипендии на обучение, исследование. Если поддерживает это, вы можете посетить европейские центры, центры в Штатах от 3 до 12 месяцев. Если вы получили этот грант, у нас есть сотрудничество с бразильским обществом, с латиноамериканским обществом, с Соединенными Штатами. Мы можем совершать такие небольшие путешествия, включая искусство в ежегодных конгрессах, и посещать специалистические центры. Я уже показал вам мой опыт, когда я получал в 2016 году студента, и я был в Институте злокачественных опытов. Это для меня был прекрасный опыт. Я подружился с несколькими хирургами из Бейлинстоком, и вы видите, что мы часто ужинали друг с другом, мы обменивались идеями, опытом. И в Бейлинстоке у нас была такая международная команда, там были представители Бельгии, Италии, Греции, Великобритании, Украины, Нидерландов, Ирландии. То есть это была такая очень международная группа, которые получили эти стипендии. Я хочу показать вам возможности, которые дает вам ЭССА. А вообще то, что я видел на веб-странице, каждый год ЭССА предоставляет 8 стандартных стипендий на обучение. То есть любой человек, который удалось получить, получает полторы тысячи евро и может от одного до трех месяцев провести в центре. У нас также есть крупная такая стипендия на 6 тысяч евро, на 4-12 месяцев. У нас также есть исследовательская специальность, стипендия для студентов, которые еще не специализируются. Это полторы тысячи евро. Многие из этих студентов успешно работают. Они получают публикацию в сертифицированном центре. Это также хорошо для создания контактов в области хирургической экологии. Мы также даем стипендии для изучения хирургии молочной железы. В настоящее время две стипендии. Эти студенты находятся в Великобритании. ЭССА также помогает создавать сеть для того, чтобы она успешно работала, для того, чтобы занимать вот эти позиции в Великобритании. Бразильское общество, как вы уже слышали. Существует программа наблюдателей для Конгресса. Кроме того, ЭССА также выдает гранты для принятия участия в Конгрессе. В основном это для бедных, развивающихся стран. Участники Конгресса ВССА получают также гранты для покрытия расходов на билеты. И также они сотрудничают с хирургическим обществом США, когда там проводится ежегодный Конгресс. У нас также есть несколько курсов, такие живые курсы по живой хирургии. И фактически каждая европейская страна определяет курсы по специальности. Вы можете принимать участие в этих курсах. У нас есть многодисциплинарный подход. Эти курсы проводятся международными учеными по всей Европе. И вы можете таким образом заняться какой-то конкретной темой, которая вас интересует, или также усовершенствовать свои навыки. Вот этот слайд. Это квалификация Европейского Союза хирургии. Хирургия – это профессиональные экзамены. И они охватывают некоторые сегменты – коллектальная хирургия, общая хирургия, трансплантацию. И эта квалификация совета выдаётся во многих областях в зависимости от программы. У нас сейчас нет времени обсуждать. Как я уже сказал, ЭСА также проводит две школьные системы. Это система магистрская, которая продолжается два года. Прежде всего, это школа перинациональных злокачественных образований. Это в Международном колледже обеспечивается. И также Центр Европы этим занимается. И также Центр Шарите, в котором я работаю. И после двух лет студенты проводят операции, публикуют научные работы. И они действительно могут сказать, что вы занимались операцией пациентов, ухаживали за пациентов по всей операции. Вы можете подать заявку на сертификат. И я надеюсь, в конце этого года я получу сертификат. И также хирургия сарком, мягкие ткани. Это европейская школа. Это также два года в сертификатном центре. Многие молодые хирурги являются наблюдателями и получают такие короткие стипендии. Работают в центрах Европы. И они получают опыт. И они подготавливаются там, эти молодые хирурги. И у нас также есть вебинары, как я уже говорил. Это очень интерактивные вебинары. Я также посещал их. Это прекрасные вебинары. И они свободные. То есть вы можете без регистрации залогиниться и зарезервировать возможность участия в вебинаре. Он интерактивный. Вы можете записывать вопросы и взаимодействовать с закладчиком. И вы также на странице ЭСА видите информацию по вебинарам, которые были онлайн. И даже сегодня вы можете посмотреть, что там предлагается публикации. ЭСА прежде всего публикует материалы Конгресса, а также материалы по проектам в школах. Вы можете опубликовать свою клиническую работу или исследовательскую работу в этих важных журналах. И что касается последнего момента моего доклада, это клуб молодых хирургов и учеников ЭСА. Он называется Айсак. Я являюсь членом Айсак. В течение более двух лет я могу сказать, что это прекрасная группа, прекрасный клуб молодых мотивированных хирургов. У нас очень много разных стран Европы представлено. Мы также приглашаем национальных представителей системы. АИШ – это национальные представители Европы. Мы очень рады сотрудничать с вами. И это действительно прекрасный форум, я бы сказала, для того, чтобы устанавливать контакты, разговаривать с другими хирургами, которые в такой же ситуации находятся, как и вы, которые могут дать вам хорошие идеи, хороший совет, как вы можете преодолеть какую-то проблему в больнице. Это очень полезно. Поэтому мы также передаем знания, информацию. И также у нас есть курсы, в которых мы непосредственно участвуем, как сказала Айша. И я думаю, что это очень хорошо. Вы можете посещать заграничные страны или поговорить со студентами из других стран. Я хочу завершить свой доклад. Поэтому вы выйдите в интернет и посмотрите, какие программы есть у ЭСА. Как я уже говорил, есть разные возможности получить поддержку для того, чтобы получить стипендии для путешествий. И также в LinkedIn и в Twitter есть аккаунты молодых хирургов. Я благодарю вас за внимание. И я рада, что мы имеем такое благотворное обсуждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!